В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Профилактика и своевременная вакцинация. В Нижегородской области зафиксирована вспышка заболеваемости корей. Из тех успех студенты и преподаватели Сарфы ТИ подвели итоги прошедшего года. Романтики Арктики. На станции юных техников прошел инженерный форум для школьников. Далее расскажем обо всем подробно. Роспотребнадзор сообщает, что в Нижегородской области осложнилась эпидемическая ситуация с заболеваемостью корей. Если в 2018-м было зарегистрировано 5 случаев корей, то за месяц этого года в регионе выявлено уже трое заболевших. Среди них двое взрослых и один ребенок. Никто из них не был привит против корей. Врачи предупреждают, что эта инфекция наиболее опасна развитием осложнений. Корь – это острое инфекционное заболевание. Оно очень заразно, вирус легко передается от человека к человеку, и практически все, кто был в контакте с больным, тоже заболевают, если не переболели ранее или не были привиты. У кори характерные симптомы. Поначалу она протекает как респираторная инфекция. У больного появляются температуры, кашель и насморк, конъюнктивит и боль в горле. В четвертый-пятый день появляется сыпь. Сыпь высыпает этапно. Вот при коре типичный сыпь начинается с лица, потом на туловище, на руки и потом уже на нижние конечности. В это время состояние больного очень тяжелое. Температура может доходить до 42 градусов. Лекарства от кори не существует. Медикаментозно можно лечить только симптомы. Прежде всего опасность представляют осложнения. Были осложнения такие, как и пневмония, и бронхиты, и энцефалиты даже. А сейчас вирус вообще, когда его хотят уничтожить, а он хочет жить. Он мутирует. Мутирует и принимает более такие формы, заболевания более тяжелые. Единственная защита от кори – это прививка. Она делается двукратно. Детей вакцинируют в возрасте одного года и шести лет. Взрослые, которых не прививали в детстве, могут сделать прививку до 35 лет. В основном вакцины переносятся хорошо. Иногда отмечают небольшое ухудшение общего самочувствия. Среди детей у нас высокий процент прививки достигает 97%. Но, к сожалению, в возрастной группе неорганизованных детей, то есть тех детей, которые еще не пошли в детский сад, и которым уже исполнился годик, нужна же первая прививка. И среди таких детей у нас только 83% привитых. Прививка от кори есть в нашем городе в достаточном количестве. Сделать ее можно бесплатно, обратившись в поликлинику. Научно-исследовательская работа, именные стипендии, сетевое взаимодействие в системе НИЭО-МИФИ. Студенты и преподаватели Саровского физико-технического института подвели итоги прошедшего года. На торжественной церемонии в Центре культуры и досуговнив отметили достижения в учебе, общественной деятельности и спорте. Самых активных студентов наградили благодарственными письмами УЗА. Особое внимание в Саровском физтехе уделяют научно-исследовательской деятельности будущих специалистов в технических областях знаний. Студент четвертого курса Александр Буркацкий учится на кафедре экспериментальной физики. Его научно-исследовательская деятельность связана с понятием сонолюминесценции. Этим направлением Александр заинтересовался еще на втором курсе и начал делать первые шаги в науке, в лаборатории физики высоких плотностей и энергии. Это исследование может пригодиться в изучении сонолюминесценции, а это, если будет возможно, если это действительно так, то можно создать акустический термоядерный синтез на основе коллапсирующих пузырьков. На шести факультетах ВУЗа учатся порядка тысячи студентов, 30% из которых иногородние. За успехи в учебе будущих научных сотрудников, инженеров и программистов поощряют именными стипендиями. В этом году 29 студентов претендуют на получение повышенной государственной стипендии. На ежегодной конференции по итогам года благодарственные письма вручили подающим надежды исследователям в области точных наук. Я считаю, что студенты, учащиеся в техническом институте, должны заниматься подобными вещами, потому как, если им это интересно, они должны этим заниматься. Если им это неинтересно, то зачем учиться в техническом институте? Не только парами, лабораторными работами, зачетами и сессиями наполнена студенческая жизнь. Не так давно на базе Саровского физтеха возобновилось движение студенческих отрядов. В летние каникулы их участники работают на предприятиях атомной отрасли, трудятся в детских загородных лагерях и на железной дороге. В нашем городе возрождаются строительные и педагогические отряды, желающих попасть в их ряды достаточно много. Ребята должны быть отличниками и активистами, потому что всероссийская стройка – это не просто работа. Там каждый день – это какое-то мероприятие, к которому нужно готовиться. На конференции студентов и преподавателей благодарственными письмами также отметили активистов общественной жизни вуза. 2 марта в 10 утра в Нижегородской академии МВД России пройдет День открытых дверей. В программе встреча с руководством, знакомство с правилами приема в образовательную организацию, а также материально-технической базы академии. День открытых дверей пройдет по адресу Анкудиновское шоссе, дом 3. Для прохода на территорию академии при себе необходимо иметь паспорт. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 26 февраля с 14 часов в Нижнем Новгороде пройдет безвозмездная правовая консультация для пенсионеров и граждан, имеющих льготные категории. На вопрос ответят специалисты Государственного правового департамента и Министерства социальной политики Нижегородской области. Предварительная запись по телефону 8 831 439 04 98. В департаменте городского хозяйства напоминает о том, что с 1 марта бумажные проездные билеты выведут из оборота. Это значит, что имеющим право на льготы гражданам необходимо до этой даты получить персональную транспортную карту и в дальнейшем пополнять ее на стоимость проездного билета. Оформить транспортную карту можно на автостанции Тупиковой и в многофункциональном центре. Клуб любителей православной книги приглашает горожан на встречу, посвященной памяти снаксарского старца Схиегумена Иеронима. Она пройдет 27 февраля в библиотеке имени Маяковского, начало в 17.30. Для справки, клуб любителей православной книги появился в нашем городе 5 лет назад. За это время под его эгиду успело пройти более 40 мероприятий, которые посетили 12 тысяч саровчан. Великий пост в этом году начнется 11 марта, в чистый понедельник, и продлится до 27 апреля. 28 апреля православное сообщество отметит Пасху. Великому посту предшествуют три подготовительные недели. Они имеют не только своеобразный календарь трапез, но и свои обычаи и традиции. Подробнее о подготовительных неделях перед постом расскажем в следующем репортаже. Великому посту предшествуют три подготовительные недели по церковнославянскому воскресенье. Уже прошла неделя о мытаре и фарисее. Предстоящий воскресный день будет называться неделей о блудном сыне. В этот день рассказывается притча, в которой сын, получив долю от богатств отца, прогулял ее. Но осознав свой грех, он пришел к отцу с покаянием. Отец, увидев прозревшее чадо, обрадовался и простил его. Опять это образ нас, грешных людей, когда мы своими грехами отходим от Бога, уходим на страну далечью, просаживаем и свое здоровье, и свои какие-то возможности, и таланты. Но если вдруг коснулось наше сердце покаяния, мы бежим, или хотя бы спотыкаясь, или сначала на четвереньках, мы пытаемся встать и вернуться опять к своему Творцу и искупителю Богу. Следующий воскресный день неделя о Страшном Суде предваряет Масленичную Седмицу, когда Церковь рекомендует верующим отказаться от мясной пищи. Господь нам дает образ будущего Страшного Суда, как будет человечество после окончания всего земного существования делиться на те, которые с правой стороны от Бога, это праведники, и с левой стороны, это те, которые не раскаяны и грешники. И вот Господь опять нам напоминает, есть у вас время покаяния, вот завтра что у меня начинается, давайте будем крояться. Также за неделю до начала поста Церковь призывает воздержаться от посещения массовых увеселительных мероприятий. На Масленичной Седмице не производится и венчание, в эти дни принято посещать родственников, друзей и просто знакомых, чтобы в том числе попросить у них прощения перед Великим постом. В Сарове прошел муниципальный этап конкурса инженерных идей, посвященный 65-летнему юбилею Атомного ледокольного флота России. На станции юных техников воспитанники учреждений дополнительного образования и ученики школ. Представили модели роботов и различных устройств для выполнения необходимых работ в суровых условиях Северного полюса. На конкурсе среди юных инженеров побывала наша съемочная группа. Модель козлового крана для транспортировки контейнеров с мусором из арктических широт шестиклассник Роман Пронин собрал быстро. Мальчик увлекается робототехникой и с азартом принесла за решение конкурсного задания. Целый день это заняло программирование, конструирование, испытание, создание поля. Целый день. Десятки деталей, провода, датчики. Робот на гузенечном ходу легко перемещается по поверхности, в нужном месте забирает груз и отвозит его на исходную позицию. Тестирование устройства прошло без сбоев. Роман признался, что изначально у него была другая задумка, но в процессе работы возникли проблемы с созданием программы. Для того, чтобы робот останавливался в нужном месте, для возвращения обратно в исходное положение, что-то не получалось, что-то переделали. Сначала у нас была совсем другая конструкция. Основная идея форума – знакомство участников с атомным ледокольным флотом нашей страны, привлечение внимания к этой перспективной отрасли и знакомство с ее основными направлениями. И пусть Арктика далека от Нижегородской области, для ребят – это еще одна возможность попробовать свои силы в конструировании роботов-помощников. Для робототехников, на мой взгляд, любое задание – это челлендж, это возможность проявить себя, свои силы. И вообще любая задачка со звездочкой просто сама по себе интересна. В состав жюри конкурса вошли педагоги по программированию и робототехники, а также сотрудники ядерного центра. Представленные на муниципальном этапе работы школьников соответствовали требованиям форума и вполне могли быть реализованы в промышленном масштабе. Очень интересные работы. Ребята постарались. Им нужно было изучить определенные конструкции, подходящие под реальные объекты. Понятно, что в уменьшенном масштабе. Но, тем не менее, их конструкции, будь они построены, например, в реальности, они бы свою работу осуществляли бы. В финале инженерного форума, который пройдет в марте в городе Сосновом Бару, конкурсантам за три дня предстоит выполнить практические задания, полученные от сотрудников предприятий госкорпорации «Росатом» и организаций, имеющих отношение к атомному флоту России и судостроению. Храмы, украшенные скульптурами индуистских богов и быт жителей Тибетского Нагорья. В городском музее открылась новая фотовыставка «Гималай и Тибет». В экспозиции представлены работы, сделанные во время высокогорных экспедиций Международной общественной организации «Центр духовной культуры» по Гималаям и Тибетскому Нагорью вперед с 2003 по 2011 год. Одна из самых знаковых фотографий на новой выставке посвящена горе Рыбий Хвост. На языке местных народов она зовется Мачапучари. Еще ни одному человеку в мире не удалось покорить эту вершину. На нее восхождение запрещено. Она считается настолько священной, что непальцы не дают разрешения непальской власти никому. Однажды как-то достигнуть удалось какого-то, ну что ли, поворота в этом вопросе и разрешили покорить альпинистам из Великобритании эту гору, но они не дошли. Несколько метров они шли, ну там 50 где-то осталось, 50 метров, ну как пишут опять же источники, и они вдруг повернули. Сотни фотографий, посвященные красотам горных пиков Гималаев, жизненному укладу непальцев, рекам, озерам и животным этого загадочного края. Каждая фотография на выставке имеет свою историю и по-настоящему бесценна как для тех, кто никогда не был в тех местах, так и для альпинистов, которые покорили часть этих вершин. Посмотреть экспозицию можно и самостоятельно, но с экскурсоводом она станет незабываемой. Расскажем об экспедициях, которые посещали Жималумба, расскажем о первых людях, которые достигли этой вершины, расскажем о советских наших 1982 года экспедиции, которая необычным путем прошла и самым таким новым проложила новый маршрут, так еще и рекорд делал. Ночью проходили они этот маршрут и один из участников даже снял кислородную маску и собственно в тяжелейших условиях достиг этой вершины. Все фотографии экспозиции сделаны настоящими путешественниками с одной целью – показать и рассказать людям, которые не готовы к экстремальным приключениям, все красоты этого горного края. Чтобы наши меньше рисковали или, например, нет возможности выехать, пусть приходят к нам на выставку и мы нашим горожанам расскажем, какие они эти гбалай. Горная экспозиция в городском музее проводят до 23 марта. Посмотреть ее можно в часы работы учреждения. Защитник Нижегородского торпеды и хоккейного клуба «Саров» Павел Медведев будет защищать цвета сборной России на всемирной зимней универсиаде в Красноярске. На групповом этапе наша сборная сразится с соперниками из Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. Первую встречу сборной страны проведет 1 марта. О том, как защитник ХК «Саров» готовится к универсиаде, расскажем в следующем репортаже. На коньки Павел Медведев стал в возрасте 4 лет. Уже тогда мальчик начал строить спортивную карьеру в команде «Белых медведей» в Москве. Продолжил хоккейный путь в московском «Динамо». А в 2011 году вышел на более серьезный уровень и стал играть за континентальную и высшую хоккейные лиги. Спортсмен отстаивал честь Магнитокорского металлурга, Хабаровского амора, Красноярского сокола. А сегодня числится в Нижегородском торпедо. Так как у меня двухсторонний контракт, если я не прохожу состав торпедо, я получаю практику в Сарое в этой команде. В этом сезоне получилось так, что весь сезон играл в Сарое по определенным обстоятельствам. В принципе, ни о чем не жалею. Очень много играл. Тренерам не доверяли. В этом году Павел получил приглашение принять участие в 29-й Всемирной зимней универсиаде, который пройдет в Красноярске с 1 по 12 марта. Соперниками нашей ледовой дружины станут команды из Словакии, Японии, США, Венгрии и Чехии. «Это, конечно, высокий уровень. Это престижный турнир, во-первых. Очень такой, который проводится в этом году в нашей стране. То есть, его будет, я думаю, огромное внимание». Ранее во Всемирной универсиаде принимали участие нападающие хоккейного клуба «Саров» Даниил Ильин и Константин Турукин. И привозили с международных соревнований высокие награды. Павел Медведев также готов приложить максимум усилий, чтобы привести команду к победе. Первую игру наши спортсмены проведут 1 марта в 15.30 против сборной Словакии. Это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших новостей. Субтитры подогнал «Симон»!